Цель нашего похода выходного дня – протестировать охотничий нож, легко ли им срубить дерево, разведение огня огневым кресалом в зимнем лесу, вязание узлов, обрезка ежевики, обед на костре и просто семейный отдых на природе. Мы также хотим протестировать новые армейские карематы и военный тактический рюкзак на 20 литров. Вначале мы нарезали свежих веточек ежевики. С них мы завариваем чай. Также мы продолжаем проводить эксперимент с лесной дикой ежевикой. В дикой природе ежевика растет густыми кустами, черенки которых закручены и опускаются до самой земли. Это затрудняет сбор урожая. Так как мы любим собирать дикую малину и ежевику, то решили провести эксперимент. Мы вычистили несколько кустов и обрезали черенки, как это делается на приусадебном участке. Летом мы сравним, где будет больше урожая, на диких кустах или очищенных и обрезанных. Следующая задача этой вылазки в лес протестировать усиленный охотничий нож, как он справляется с рубкой дерева. Мы специально подобрали для себя ножи, которые могут выполнять много функций в походе. Резать ветви, рубить стволы деревью, колоть ветки, защищать от дикого животного и тому подобное. Для эксперимента нам жалко было рубить хорошее дерево и мы решили отрубить толстую ветку с уже упавшего дерева. Для рубки ножом необходимо подобрать крепкую колотушку. Мы нашли сосну, но дубовая, разумеется, крепче. Колотушкой наносим удары по верхней части ножа и откалываем щепки. Таким способом можно срубить дерево любой толщины. Однако, с целью экономии сил, рубить дерево ножом толще 10-15 см в диаметре нет смысла. Примерно за 30 секунд я перерубал эту ветку и вообще не устал. Нож прекрасно справился с поставленной задачей и самое главное без каких-либо повреждений. Отлично, покупка нам понравилась. Мы очистили лезвие снегом, так как скоро будем использовать этот нож для приготовления пищи. Ведь нас ждет еще один эксперимент. Используя огневое кресало мы попробуем развести огонь, используя только то, что найдем в лесу. Никакой бумаги, спичек и прочего. По пути на место дислокации мы запаслись сухой травой и тонкой корочкой из березы. Не знаю, как она называется, но выглядит как папиросная бумага и гореть точно будет хорошо. Кстати, напишите в комментариях, как называется эта корочка. Итак, мы на месте. Так как огневым пользуемся впервые, инструкции не читали, попробуем чисто логически, как из него получить искру. Первая реакция. Все эти штучки ерунда. И, наверное, мы останемся сегодня без костра. Пришлось заглянуть в интернет. Так, ошибка найдена. Не стукать нужно кресалом по огнему, а чиркать. Да, хорошо, что никто не видел этого позора, но зато мы насмеялись. Попробуем снова. Супер! Очень быстро мы подожгли траву и развели костер. Каждый лично отработал, как правильно извлекать искру, и нам этот способ понравился. Пока мы разжигали костер, а это было не так быстро, как летом, потому что ветки сырые, мы изготовили шампура для запекания на костре сала и прочих вкусностей. Здесь все просто, веточки должны быть сырыми, чтобы быстро не прогорели. Для этого мы использовали веточки вербы. Кстати, на дворе 13 февраля, а верба уже расцветает. Мне кажется, верба должна цвести весной. Или я что-то напутал. Прокомментируйте кто-то этот момент, я не пойму. А теперь самое приятное в походе выходного дня. Еда у костра. Мы не набирали ничего лишнего, а только ту пищу, которая снабжает энергией. Но не из углеводов, а преимущественно из жиров. Для зимнего похода это хороший выбор. Также мы отведали африканские экзотики, запеченных бананов и, конечно, яблоки. Еще одна из целей этого похода научиться быстро вязать узлы, которые при необходимости легко можно развязать. Это нам нужно для следующих походов, в которых мы будем отрабатывать навыки выживания в лесу. Еще мы отрабатывали способы, как быстро ломать толстые ветки, прилагая к тому минимум усилий. Ведь задача не расходовать напрасную энергию и беречь сил. Такой способ безопасны с точки зрения травматизма запястья и локтевого сустава. Плюс, щепки отлетают в противоположную сторону от человека, что безопасно для глаз. Наконец, мы насобирали свежих сосновых веточек. Их мы ставим в каждой комнате нашего дома и затем наслаждаемся запахом леса. Это и приятно, и полезно, так как в комнате выделяются фитонциды. И, конечно, уходя из леса, нужно удостовериться, что костер гарантированно потушен. Относительно армейских карематов и тактического рюкзака, нам понравилось качество самих изделий и много удобных и полезных штучек. Мы с удовольствием будем пополнять наше снаряжение именно специализированными тактическими вещами. В следующий раз мы продолжим развивать навыки выживания в лесу и тестировать разные устройства и вещи, которые однажды могут пригодиться. А на этом все. Не пропустите новых видео. Возвращаемся домой с леса. И как тебе? Понравилось. Особенно запеченное яблочко, хлеб с сыром на костре. Это вообще...